Здравствуйте! В библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы о пророках. Среди книг пророков есть 12, которые называются «Книгами малых пророков». Время их жизни не для каждого хорошо известно, гадательно бывает, и, соответственно, последовательность их служения может обсуждаться историками. Однако существенно то, что пророки – они не просто исторические персонажи, которые так или иначе характеризуют эпоху. Как говорил архиепископ Иоанн Шаховской, пророчество – это проекция вечности в истории, и потому каждое пророчество имеет весомый смысл, значительно больше, чем тот, который актуально в его время раскрывался. Это поясняет хорошо пророк Амос. Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророков. И так они – голос Божий. Так вот, эти 12 так называемых малых пророков в книгах Ветхого Завета представлены в такой череде Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Сегодня мы коснёмся книг пророка Иоиля и пророка Авдия. О времени жизни пророка Иоиля могут быть разные суждения. Одни историки говорят о конце IX, начале VIII века, а другие – о конце V века, либо задолго до Вавилонского пледения, либо даже после. Скорее всего, он был, вероятно, служителем храма. И книга состоит из трёх небольших глав. В первой части он выражает пророчества о бедствиях, которые переживёт Иудея и призывает Иудеев к покаянию. Во второй части этой книги он говорит о суде над народами, о предземинованиях грядущего суда, и, наконец, о излиянии Духа Божия. Вот это очень важный момент. Мы понимаем, что книга пророка Иоиля – это пророчество Пятидесятницы, это эсхатологическая книга. Ей открывается ряд апокалиптических текстов, и главная тема её – День Господень. Когда совершится суд над народами, он описывается как день тьмы и мрака, как вселенская катастрофа. Дотрепещут все жители земли. Вот такое грозное предупреждение. Этому предшествует опустошение, саранча, черви, жуки, поедающие вырожай. Иоиль обличает беспечность и невоздержание. В грядущем нашествии сильного врага видит он действие гнева Божьего. Ну вот так начинается первая глава книги Иоиля. Слушайте это, страны, и внимайте все жители земли. Было ли такое в одни ваших или в одни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей да ели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино. О виноградном соке он отнят от уст ваших, ибо пришел на землю народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львицы, а челюсти у него, как у льва». Вот это опустошение, связанное с разорением земли, Иоиль особенно связывает и подчеркивает бедствие народа в том, что прекратятся храмовые жертвоприношения. Не забудем, он служитель храма, и ему не просто лично, а он должен свидетельствовать о важности богослужения как центрального нерва жизни народа. Народ Божий, об этом народе сам Господь говорит «мой народ». И принадлежность Богу более всего выражена в народе именно в храмовом богослужении. Это не обряд, это не просто какое-то там заклинание, это общение с Богом, единение с Ним. И вот оно прервется в результате нечестивой жизни. Вот так пишет Иоиль. «Рыдай, как молодая жена, припоявшись в ретищем, у мужа юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники и служители Господни». В исторической перспективе опустошительным вражеским нашествием будет нападение ассирийцев. Но в словах пророка содержится и эскатологический смысл о грядущем дне Господнем. Вот как во второй главе книги Иоиля сказано. «И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочислено полчащи его, и могущественен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его?» Это Диас Ира, день гнева. Устами пророка присылает Господь свой народ к покаянию, единственному средству вернуться к общению с Богом, а значит, и к спасению. Вот далее Иоиль так говорит. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?» Видите, как благословение Бога, утешение народа, в особенности видит Иоиль в восстановлении храмового благослужения. Вы знаете ли, это, конечно, очень существенно характеризует всякий наисерьезнейший момент в истории народа. Вспомните, как революционное разорение 1917 года и дальнейших лет Гражданской войны и репрессий над церковью принесло какую скорбь всему духу народа русского. И малейшее восстановление храма, малейшее восстановление богослужения всегда переживается как примирение с Богом. Не просто некая удача, или какое-то культурное достижение, а именно как примирение с Богом. Это искони верно. И вот далее следует апокалиптическое пророчество о том, что Господь и зальёт от Духа своего на весь народ свой. Заметьте, на весь народ свой. Он так говорит, Иоиль. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь и в те дни и залью от Духа моего». Это, конечно, нам напоминает и строчки из Нового Завета. «И покажу знамени на небе, на земле кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовёт имя Господне спасеться. Ибо на горе Сионе, и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовёт Господь». То есть на весь народ. Это, разумеется, напоминает нам другие книги и Ветхого, и Нового Завета. Вот как откровение о новой жизни звучит у пророка Исаии. «Ибо и залью я воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя Твое, и благословение мое на потомках Твоих». А в Евангелии от Иоанна, как вы помните, вот такие слова в 7 главе. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо ещё не было на них Духа Святаго, потому что Иисус ещё не был прославлен». Итак, вот это излияние Духа, конечно, в конечном счёте, впрямую связано с миссией Спасителя Христа Иисуса и действием Духа Святаго на апостолов, как читаем мы в книге «Деяний». «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Апостолы, то есть вы помните это место. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, это наиважнейшее из свидетельств пророка о таком сближении человеческой жизни с божественной, предельном сближении, когда Дух Божий осеняет и становится жизненной силой людей, верных Богу. Апостол Павел вспоминает слова пророка Исаии «Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, утвержденный, верующий в него не постыдится». Апостолы видят в этом пророчество Христе Иисусе и продолжают так. «Здесь нет различия между иудеями и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий к Его, ибо всякий, кто призывет имя Господне, спасется». Так в послании к римлянам апостола Павла. А эти последние слова, «Ибо всякий, кто призывет имя Господне, спасется» – это цитата из пророка Иоиля, который, впрочем, пророк Иоиль, конечно, в прямом, так сказать, смысле, в ближайшем, предвещал примирение с Богом иудеев. Но торжество иудейского народа не является конечной целью божественного действия. И надо помнить, что устами у пророков Дух Святый указывал не только на ближайшие исторические события и катаклизмы, но о совершенном примирении народа Божьего с Господом. И народом Божьим становится каждый, кто призывает имя Господне, кто становится, кто исповедует истинного Бога во Христе Иисусе. И вот эти последние слова о примирении относятся к новому Израилю, церкви. Таким образом, апостол Павел не искажает содержание пророчества Иоиля, и в день сошествия Святого Духа именно словами пророка Ииля провозглашается рождение новозаветной церкви. Третья глава пророка Иоиля – она о грядущей битве в долине Иосафата. Это символическая битва, день гнева Господня. В обещании победы над кровожанными соседями и врагами Израиля содержится пророчество о последней битве. Вот как это в третьей главе Иоиля. «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Вы чувствуете, как в этом торжестве любви божественном мы слышим слова откровения Иоанна Богослова. Вот надо привести их. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господа нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодевицу, которая, растлив землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки. Мы помним, как такой блудницей назывался Вавилон, который действительно так как-то очень активно, жадно покорял народы и, можно сказать, почти уничтожал Израиль, но не уничтожил. И вот во второй, в 22-й, то есть на главе Откровения «Се гряду скоро, и возмездие мои со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Это возмездие одновременно и примирение. Примирение невозможно, соединение правды и неправды. И значит, расшество правды непременно – это последняя гибель всякой неправды. Пророки об этом говорят настойчиво, горячо и из века в век. Ну, вслед за пророком Иоилем в книгах Ветхого Завета мы читаем короткую книгу, состоящую всего из достоинного стиха, книгу пророка Авдия. О времени жизни и личности пророка Авдия специальных сведений нет, и по этому суждению об этом строится на сопоставлении фактов, изложенных в самой книге, прежде всего о разорении Иерусалима. Вероятно, пророчество Авдия связано с бедствиями Иудеи от Вавилонского нашествия, в котором, в этом Вавилонском нашествии, на стороне врагов выступили, в общем-то, братья Иудеев, потомки Исава. Если мы знаем, что Иудеев, потомки Иакова, то его брат Исава, потомки, это Эдом, то есть жители Эдома, и Авдия предрекает Эдому гибель в наказание за братоубийство. С текстом Авдия согласуется 136-й псалом. Мы его хорошо помните, потому что его мы в предварительных неделях поем пред Великим постом. Вот я прочту две строчки из 136-го псалма. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». То есть и Эдом, хоть он по происхождению и родственен иудеем, и Вавилон, вот эти безжалостные враги будут погублены Богом. И такое песнопение перед Великим постом, такая тоска по миру с Богом, она очень соответствует всему опыту церкви, которая переживает как торжество соединения с Единым Богом, так и печаль о разлуке в силу безверия и отступничества человеческого. Пророк Авдий обращает свое гневное пророчество против врагов иудеи, о грехах же и богоотступничестве самих иудеев. Он не говорит. Но, видимо, это было время, действительно, великой печали, гонений. И тут именно этот гнев против врагов более всего должен был выразиться словами пророков. Но также он предвещает и торжество в будущем Божьего народа. Тот же самый День Господень. Вот первые слова Авдия, произнесенные от имени Господа об Эдоме. Вот я и сделал тебя, то есть Эдом, малым между народами, и ты в большом презрении. Городость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце своем, кто не зряет меня на землю. Дело в том, что эдомляне выстроили мощные крепости в скалах, и действительно они были неприступны, и могли оттуда совершать набеги, и дерзали угнетать иудею, в особенности тогда, когда она подвергалась нашеству вилонян. И действительно, вот мы услышим это в тексте, спасавшихся бегством иудеев, они запирались тем, чтобы не таки подверглись казни. Это было такое жестокое, можно сказать, предательское братвоубийство. В конце концов, всё-таки эдом был завоённым врагами. Вот как Авдии пророчествует об этом. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолевят тебя, живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой, нанесут тебе удар. Нет в нём смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в эдоме и благоразумных на горе Исава, поражены будут страхом храбрецы твои, феман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его. Вот такое гневное предупреждение. Авде предсказывает два опустошения Идумея. То есть, в 312 году до Рождества Христова, которое произошло от Вавилонского войска, в котором собраны были армии разных народов, покорённых Вавилоном, и за 130 лет до Рождества Христова от Иоанна Геркаса, который насильно заставил Идумеев, то есть вот этих северных соседей, Иуды, потомков Исава, насильно заставил причиниться закону Моисеева, так что, конечным счётом, они слились с иудеями. И вот как это у Авдея. «А на горе Сионии будет спасение, и будет она святынью, и дом Иакова получит во владение наследие своё». Пророк Авдея предвидит победу Господа над язычеством как подчинение всех народов дому Иакова. То есть, суть, конечно, всегда не в том, только чтобы какое-то, так сказать, чисто политическое или социальное бедствие было преодолено. Но суть о том, чтобы восторжествовала правду Божию. «И завладеют те, которые к югу горою Исава, то есть те, которые к югу, это иудеи, горою Исава, а которые в долине, фелестивленными, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии», то есть речь идёт о таком широкой победе иудеи над всеми врагами. «И переселённые из войска сынов Израилевых завладеют землёю Хананейскую до Сарепты, а переселённые из Иерусалима, находящиеся в Сафараде, получат во владение города Южные, и придут спасители на горы Сион, чтобы осудить гору Исава, и будет царство Господа». Вот, важно именно это. Царство Господа. В исторической действительности Израиль всё-таки не оказался таким победителем на все века. Он сам был рассеян через 200 лет после покорения им Медумеи. Победу над излиществом одержала Христова Церковь. И потому блаженный Иероним и блаженный Августин они толкуют так, что предсказанное Авдием покорение Идумеи означает торжество Церкви Христовой. Ну, верите ли, вот блаженные комментаторы, переводчик Ветхого Завета, блаженный Иероним, они могли очень глубоко вникнуть в самый дух, а главное, они сами жили Духом Божьим. И истина это действительно не какая-то истина мудрого комментатора, это истина, которая приживается Церковью. Победа Бога, она совершается через Христа. На сегодня все, продолжим дальше. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok